О, опять вы. Да, опять. Я вас сегодня не видел. Я вас тоже сегодня не видел, как-то на днях видел. А, на днях. Что-то вы без шляпы. Вы, по-моему, в шляпе были ковбойской, нет? Или я ошибаюсь? Был, был. Да. Ясно. Опять стрим снимаете, да? Да. Моткалей троллить? Нет, не троллю. А что? Так, в процессе мирной беседы вывожу их на чистую воду. Ясно. Короче, во всем виноваты москалей, да? Нет, не во всем. В хороших поступках они не виноваты. Вот в злодеяниях, да. Да, москаляне такие. Да, говнистый народец. Вы слышали, что сказал о России? Вообще вот Эльдар Рязанов, не помните такого режиссера? Эльдар Рязанов, стих о России. Жить бы мне в такой стране, чтобы ей гордиться. Только мне в большом говне довелось родиться. Не помог России Бог, царь или республика. Наш народ ворует, пьет, гадит из-за рублика. Обмануть, предать, надуть, обокрасть. Как славно-то! Страшен путь во мрак и жуть. Родина державная. Да, хороший стих. Вот это здесь интересно. Обмануть, предать, надуть, обокрасть. Как славно-то! Да, 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 да. И вот это вот тоже. Жить бы мне в такой стране, чтобы ей гордиться. Только мне в большом говне. Вы как себя чувствуете в говне? Вот смотрите. Великие люди, такие как Эльдар Рязанов. Он все-таки чувствовал, да, что Россия это говно. Вы его смотрели, фильмы, наверное, «Гараж». Ну, многие фильмы, которые вы смотрели. Вот представьте, этот человек, занимаясь вот таким творчеством, искусством, и писал вот такие стихи. А вы смотрели его фильмы, да? Первый его фильм, самый известный, это был «Карнавальная ночь». Наверное, вы помните этот фильм, да? Ну, так, отчасти. Отчасти. А вообще, вы его, наверное, фильмы и не смотрели. Нет, почему? У нас с легким паром каждый Новый год показывают. Ну, вот, каждый Новый год вспоминайте, что вот жил такой человек, творческий, можно сказать, гений, неординарный человек. И вот он написал вот такой стих, дал, ну, такую конкретную оценку в вашей стране и вашему народу. А вот там говорит вот так, что довелось мне в этом говне родиться, и вот народец-то какой, пьет, ворует, обокрасть, надуть, гадит из-за рубрика, понимаете? Вот это о вас, это, пишут ваши же соотечественники, а вы начинаете сворачивать, что там сидит там дедолезь там или еще какой-нибудь блогер и пытается вас там как-то троллить. Ну, зачем вас троллить, если вас уже троллили ваши же классики, можно сказать. Так же? Есть такая песня, там, еду я на родину, пусть кричат у родина, но она мне нравится. Ха-ха-ха, да-да-да-да-да. А скажи, кстати, что такие бабы уродливые в России? Вот страшные такие, а? А еще вот такая песня есть. А ты ведь страшная такая, а ты ведь страшная, и не накрашенная страшная, и накрашенная. Видели воронежскую Аленушку? Видели? Я не с Воронеж. Ну, такая, она прогремела, вообще везде. Это просто фурор какой-то был. Посмотрите, пожалуйста. Картинки, наберите изображение, и напишите, воронежская Аленушка. А что, на Украине, что ли, страшных баб нету? Нету. Ну, как нет? Ну, вот так вот, у нас все гарни, девчата, чернобрыли. А у вас что? Страхоподали. Ну, вот, посмотри. Вот, ты на себя глянь, и вот такую ты сможешь сделать. Ну, кто ее трахать-то будет? Только, чтобы она сильно поставила так выпивку, который бы хрятал бы литру, а потом, может быть, ее, так сказать, потоптал. Так же? Ну, тверозой, кто будет трахать тверозой кацапку? Кто ее будет трахать? Ну, она, во-первых, она вся какая-то, как правило, ушивая, в этом кокошнике, сарафане, лаптях. Боже мой, ну, что же это? Вы посмотрите, национальные одежды российской бабы. Гляньте, ну, на что она похожа-то? А? Посмотрите, хотя бы, национальные одежды украинки. У нее, какая у нее, смотрите, у нее, какая ебочка по коленке, а у вашей, прям как у этих вот татар, как у них вот до самого пола вот этот сарафан, а ведь раньше у вас-то и мужики ходили в сарафанах. У вас ходили все в сарафанах. И мужики, и бабы. Только бабы в кокошниках, а мужики носили тюрбаны. Тюрбаны такие носили. Посмотри, вот фильм хотя бы Иван Грозный, он ходил в таком длинном балахоне аж до самых пят. Понимаешь? Это уже татары, когда пришли, они вам рассказали, что такое штаны. И вы вначале не знали, как их одевать. Вот один залазил на крышу, а потом двое держали, он запрыгивал туда штаны, потому что не знал, как же их одеть. Понимаешь? Вот в чем дело. Я сам татарин, если что? Ну, татары, татары, это да. Вы молодцы, что научили русских одевать штаны. А так они ходили в сарафанах, что мужики, что бабы. Такие же русские были. Вы были русскими, потом стали татарами, или они были татарами и стали русскими. А вы же были татарами, так же? У вас также татары учили. 300 лет. Татары? Нет, у нас здесь 300 лет не было татаров. У нас просто здесь было Великое Княжество Литовское, вот, а в нем татаров не было. Вот туда уходило, представьте себе, уходила Литва, Украина, Польша, и там не было татар. Татары пошли туда, вот, мимо, на Адриатику туда, вот, где город Сараево, вот, там, вот, в Югославии, вот, это Сараево, это был их последний, так сказать, пункт, куда они дошли, и дальше они стали разваливаться. Ох, 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 Ну, вы какой татарин, хрещеный или обрезаный, я что-то не пойму. Я мусульманин. Ну, мусульманин, молодцом. А как вы относитесь к российской оккупации Татарстана? Я считаю, что он не оккупирован. Не оккупирован. А как же получается, у вас в Татарстане нет своей армии, нет своей валюты, нету своих паспортов, нету своей вообще системы правосудия, там, ну, ничего такого нету, и вообще вас в школах только изучают татарский язык, татарскую литературу и то по желанию. Не учат там на татарском языке ни химию, ни геометрию, ни историю. То есть, вы, татары, не можете получить полноценное образование на родном языке. Вы даже не можете выступить в Госдуме на родном татарском языке. Я не слышал, чтобы кто-то выступал. Вот у нас татары Рифат Чубаров, Мустафа Джамилев, пожалуйста, они выступают на татарском языке, на международных форумах. На международных форумах. Вот было у нас 46 делегаций в Киеве, Крымская платформа, и там, пожалуйста, Мустафа Джамилев на крымско-татарском языке, не на вашем, на крымско-татарском языке. Вы же булгары, а они настоящие тюрки. Они тюрки, а вы булгары. поэтому вы как бы ни туда, ни сюда. Непонятно. Так как вот, вы хоть помните, в каком году вас покорили грозный Ванька, когда напал на вас-то? И сжег Казань, а у всех мужиков, у которых голова выше колеса телеги, всем секир башка сделал, а остальные разбежались туда, кто куда. Вот твои предки, наверное, успели удрать в лес, их не крестили, а те, которые не успели удрать, те крещеные. Ладно, давай, я пойду. Хады, хады, давай. Так, вот это хороший парень. Хороший-то парень-то хороший. Что ему дать? Что ему Что ему дать? И согласитесь, ждем, волнуемся немного, когда вещают главы. А ты прячься, 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 прячься. Вот так-то и пропал Советский Союз. Он испугался большого члена. Вот так пропадет и ваша Российская Федерация. Шановные моё моё канали, адже час в часу мне доводится изменять место стримов и дислокации с метою безопасности, адже очень много россиян не доволені моим контентом и кидают страйки. Наши гасла «Горитеся поборете героям слава смерть ворогам понад усе відсяну до дону на Гиляку». Редактор субтитров А.Семкин